Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре 25 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа Фрэш-Новости, и мы начинаем. 6 градусов и кратковременные дожди ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 14 метров в секунду. А вот свидетелями уникальных природных явлений стали жители Гомельщины в 1954 году. Тогда температура воздуха поднялась до 17,8 градусов Цельсия. Не менее удивил 2014 год, когда температура воздуха опустилась до отметки минус 8,9 градуса Цельсия. На первом форуме регионов Беларуси и Украины, который начнется сегодня в Гомеле, будут работать две масштабные выставки. Традиционная во Дворце Легкой Атлетики и выставка крупногабаритные техники белорусского производства на площади Ленина. По предварительным данным, только на закрытой площадке Дворца Легкой Атлетики свою продукцию представят около 60 предприятий из 14 областей Украины и около 90 предприятий Беларуси. Также на площадке Дворца Легкой Атлетики традиционно пройдет ярмарка продажа изделий декоративно-прикладного искусства. В ней примут участие ремесленники из Черниговской области и всех регионов Беларуси. Гомельский областной драмтеатр представит премьеру комедии «Мужчинам вход запрещен» по пьесе американской журналистки и драматурга Лоры Шейн Каннингем «Прекрасные тела». Жанр спектакля режиссер, заслуженная артистка России Ника Казаровицкая определила как женские откровения на нью-йоркском чердаке. По сюжету шесть подруг собираются вместе, чтобы поздравить одну из них со скорым рождением ребенка. Это шесть женщин, абсолютно не похожих друг на друга. Шесть леди, живущих в железном мужском мире, которому у них масса вопросов. Примерные показы комедии «Мужчинам вход запрещен» пройдут 26, 27 и 28 октября. Начинается новый сезон литературного проекта «Круг чтения» с отцом Савой Мажука. Первая встреча состоится сегодня в 18.00 в Центральной городской библиотеке имени Герцена. На ней участники обсудят роман Генрика Сенкевича «Камагриадеши». Всем, кто желает посетить мероприятие, вход свободный. Ученые назвали признаки, по которым можно судить о склонности к умению руководить. Специалисты провели исследование, в котором выяснили, что определить степень властности можно по голосу и тембру речи. В этом опросе ученые согласились со знаменитой цитатой Черчилля. Такого человека всегда слышно. Другими словами, у личностей, имеющих задатки к руководству и лидерству, еще с юношества отличается манера разговора. Властные и уверенные в себе люди говорят четко, громко, выделяют интонацией отдельные слова. Кроме того, их речь всегда внятна, а дыхание при этом ровное и спокойное. Американские ученые провели эксперимент, в котором добровольцы должны были зачитать текст. Научный факт подтвердился, когда специалисты узнали социальное положение испытуемых. Те, кто произносил речь тихо, невнятно и с дрожащим голосом, не занимал высокого положения в обществе или руководящих должностей. Интересный факт. Студенты и школьники с хорошо поставленным от природы голосом добиваются 87% случаев больших успехов, чем тихони. Специалисты провели исследование, чтобы выяснить причину слез у мужчин и женщин. Результаты показали, что мужчины чаще всего плачут только от счастья. Основными причинами возникновения слез радости явились рождение ребенка и победа любимой спортивной команды. А вот среди негативного плача отмечают смерть близких, разрыв любовных отношений и неприятные воспоминания. В этом мужчины и женщины схожи. Ученые также выяснили, что мужчины плачут значительно реже. Это объясняется существующими в обществе понятиями. Однако специалисты не советуют себя сдерживать, поскольку накопление негативных эмоций часто вызывает заболевание сердца. Офицер китайской полиции решил завести собаку, чтобы скрасить одиночество, но принес домой совершенно иного питомца. Мужчина купил животное на улице, однако щенок изначально ему показался странным, а позже выяснилось, что это и вовсе не собака. Офицер был в шоке, ведь его милый щенок, купленный на днях, превратился в непонятно кого. Своим удивлением он решил поделиться с пользователями интернета. Нашлись юзеры, которые определили сущность зверя. Оказалось, что мужчине продали не собаку, а бамбуковую крысу, которая обычно обитает в Южном Китае, Бирме и Вьетнаме. Необычные грузуны предпочитают питаться побегами бамбука и корнями. В некоторых китайских городах такая крыса считается деликатесом. В Японии компания Crazy Inc, которая занимается организацией свадебных торжеств, решила ввести систему баллов для работников, которые страдают от недосыпа. Баллы будут начисляться тем, кто спит меньше 6 часов в сутки. Продолжительность сна будет отслеживать специальное приложение. У работников будет возможность обменять накопленные очки на еду в кафетерии компании. Максимальное количество баллов на 570 долларов в год. Отмечается, что более 92% японцев от 20 лет спят меньше положенной нормы из-за загруженности на работе. В Британии мужчина грабил пенсионеров при помощи кетчупа. Вор поджидал своих жертв у банка, где обливал их кетчупом и заявлял, что те истекают кровью. Пострадавшие в состоянии паники не замечали, как злоумышленник их обворовывает. К правоохранителям обратились свидетели, которые со стороны наблюдали за процессом кражи. Вора задержали, после чего суд приговорил его к лишению свободы сроком до 2 лет и 5 месяцев. Студенту из Швеции удалось разработать пластик из крахмала картофеля. Данный материал разлагается менее чем за 2 месяца. Студент считает, что из него можно изготавливать столовые приборы. Ученые отметили, в целях защиты экологии это весьма выгодное решение. Ученые рассказали о полезных свойствах чеснока. Первое. В его состав входит более 400 полезных компонентов, которые помогают предупредить и победить многие болезни, атакующие организм. Больше всего в продукте содержится фосфора и селена. Одного зубчика чеснока будет достаточно для предупреждения многих инфекций, поражающих полость рта. Специалисты из США в течение нескольких лет проводили свои эксперименты, чтобы выяснить, какие продукты оказывают самое благоприятное воздействие на мыслительные способности человека. В результате исследования было выделено 4 группы продуктов питания, которые положительно влияют на человеческий мозг. Это молочные, бобовые, рыба и томаты. Благодаря содержанию в них ценных витаминов и микроэлементов улучшается память, креативность, аналитика и даже сокращается процесс старения клеток. Предотвратить появление и развитие депрессии могут горячая ванна и СПА-процедуры. К данному выводу пришла группа немецких ученых. Такой метод является безопасным, быстродейственным и легкодоступным. Добиться положительного эффекта можно за 30 минут, если принимать горячую ванну, а после укутаться под одеяло и находиться в таком положении еще 20 минут. Ученые рекомендуют повторять такую процедуру два раза в неделю. Хлеб всему голова. Такая тема сегодняшней программы «Добрый вечер, Гомель». Смотрите нашу передачу на Беларусь 4 в 20 часов 25 минут. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону плюс 375-33-34-22-430. Я, Павел Михнов, желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь свежими и бодрыми, и вам обязательно улыбнется удача. Субтитры сделал DimaTorzok